Привет, друзья! Такую вкуснятину сегодня приготовим, закачаешься! Продукты самые простые, уверен, они у вас есть дома. Так что, давайте готовить! Для рецепта нам понадобится качан капусты, 2 помидорины, 2 картофелины, я их отварил, кусочек сыра, 2 зубчика чеснока, соль, перец берем по вкусу, пару яиц, масло для жарки, сухари для панировки и сметана. Пару столовых ложек. Капусту разбираем на листья и отправляем в кипящую воду. Нам необходимо листья приварить слегка. Капустные листы остыли, и я практически все подготовил. Чеснок выдавил в сметану, измельчил через пресс, сюда перец, и хорошая щепотка соли. Хорошо перемешиваем. Вот такой вот чесночный соус у нас готов. Дальше. Каждый лист берем и толстую часть вот так вот аккуратно срезаем. Листик переворачиваем. Красота! Картошечка. Соусец, осторожно. Помидорка. Тоже немного соуса. И кусочек сыра. Сдвинули. Заворачиваем конвертик. Расправляем капусточку. И вот так вот у нас чудно получается. Готовим панировку. Щепотка соли в яйца, остатки перца. Перемешали. Отлично. Берем конвертик. Раз макнули, два макнули. И отправляем в сухари. Все бачка, все сторонки, все обмакнули. И на сковороду. Небольшое количество масла жарим с обеих сторон. Панировочка. Сухари. Красота! Жарим на чуть ниже среднего огне, чтобы сыр успел расплавиться. Корочка уже очень аппетитная. Первую партию снял. И пока горячие, друзья, покажу, как это все выглядит изнутри. Ох ты! Обалдеть! Сочно! Сырочек подтаял, подплавился. Мама дорогая, вот такая вкуснятина, даже без мяса. Уверен, вы таким конвертиком-загадкой можете легко удивить всех за столом. Ну и порадовать, конечно же, тоже. Очень вкусно получается. Готовьте на здоровье и с удовольствием. Приходите в гости завтра и не забудьте зайти в гости в инстаграм. Там много личного. Короче, ждем вас каждый день с новым рецептом. Нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить.